Ну, скажем, по-местному все говорят «шо?», «шо такое?». Потому что по-украински не «что», а «що». Соответственно, мне тоже очень смешно, когда я ребят из Вологды слышу вот таких «чтоканье», «оканье» смешно. Ну, то есть, кроме того, украинский язык, ну, билингвистичность приводит к тому, что большинство из нас путают ударение. То есть, для меня очень тяжело понять, цепочка или цепочка, творог или творог. Когда читаешь лекцию, много говоришь, часто сталкиваешься с тем, что чувствуешь, что не знаешь, где стоит ударение. Потому что в русском-украинском часто ударение стоит, слово пишется схоже, а ударение в разных местах. Так, еще. Насчет английского. У меня достаточно хороший английский на чтение. Ну, я там переводил статью по GMM, поэтому если вы меня подловите, что я неправильно понимаю смысл слова, буду очень рад, большое спасибо. У меня чудовищное произношение по английскому. Я знаю, что многих это может бесить, у кого хороший английский. Если вы мне сообщите, как правильно произносить, я с удовольствием приму ваш совет, но, скорее всего, ничего не изменится. Плохое произношение. Хорошо. Преподаю я 5 лет. Да, всего я работаю в области эти 10 лет. Ровно 10 лет назад закончил институт, начал работать за деньги профессионально. Последние 5 лет я занимаюсь преподаванием. Либо частично, либо последний год-полтора полностью. Это преподавание в Харьковском университете спецкурсов на МИХМАТе. Это год руководил внутренними курсами в рамках Харьковского ГИПАМа. И сейчас у меня своя, ну, мягко говоря, компания, вот, головач курсов. У нас 4 человека, ну, я плачу людям зарплату, приходится зарабатывать за четверых, поэтому, как бы, компания. Сразу отвечаю на вопрос. Просто, чтобы в будущем не было обсуждений. То есть, преподаватели – это тупые, отсталые люди, которые не могут конкурировать на рынке труда. Ну, иногда получается так. Именно так многие преподаватели вузов становятся преподавателями от безысходности. Но, с другой стороны, абсолютно большинство великих ученых тоже преподавали. Хейман, Ландау. То есть, в принципе, преподавать прикольно. Почему преподаю я? Ну, во-первых, у меня своя маленькая компания, головач курсов.ком. Ну, владеть компанией вроде как прикольно. Она вырастет, я стану миллионером быстро. Надеюсь, к лету уже. Это раз. Второе, это достаточно тяжело понять, когда работаешь профессионально. Но, допустим, многопоточность. Когда работаешь профессионально, то чтение книг по многопоточности – это лишь средство. То есть, разобраться в том, как работают внутри блокировки – это средство, чтобы принести какую-то пользу на проекте. Когда ты преподаешь, то разобраться в чем-то, прочитать тяжелую книгу, может быть целью. То есть, чтение кормана или кнута может быть не средством по пути куда-то, а может быть и целью. Ты читаешь кормана, готовишь по нему курсы, читаешь. Ну, это позволяет больше читать, больше интересоваться разными штуками. Ну, скажем, ни в одной конторе, в которой работал, естественно, я не мог 3-4 месяца заниматься только многопоточностями. Поэтому, читая собственный курс, я могу это делать. Хорошо. Так, последние полтора года я не занимаю никаких должностей в компании. Значит, до того как занимал, мой уровень был Java Tech List. То есть, это нечто крутой сеньор. Из трех сеньоров я был главный сеньор по технологиям. Так. Последние полтора года занимаюсь исключительно образованием. То есть, не отупел ли я, не скатился ли я для джуниора. Ну, доказательств никаких нет. Но, скажу честно, то есть, когда ты целыми днями готовишь курсы, читаешь толстые книги, а я читаю курсы по спрингу и по хибернету, по многопоточности, то, собственно, не тупеешь. Мой уровень. По Java высокий, многопоточность распределенной алгоритмы средней, математика алгоритмы средней, C++, C, CPU, процессор, ацемблер, поверхность. К чему я это говорю? Это означает, что если я что-то говорю, ну, то есть, уровень Java высокий, означает, что последние пять лет ни разу на собеседованиях никто меня по Java не подловил. Ни по Java, ни по устройству JVM. Средний уровень означает, что меня подлавлют на собеседованиях, но собеседования не проваливаю. Поверхностный уровень означает, что я не сдаю собеседование по этой теме. То есть, мне как джависту по ацемблеру вопрос не задают. Что это значит для вас? Если я, по вашему мнению, допускаю ошибку, рассказывая что-то по Java, там, не знаю, про класс лодеры, про устройство volatile переменной, про устройство хешмапы, не знаю, про устройство спринга, то давайте смело общаться, то есть, большой долей вероятности будет интересная конструктивная дискуссия. И я надеюсь, что я ее выиграю. Если же я допускаю, по вашему мнению, какие-то промахи на C, C++, я иногда как пример их привожу, я давным-давно программировал на них пару лет, на уровне железа, на уровне ацемблера, то поправляйте меня, но есть достаточно высокая вероятность, что я действительно не прав. То есть, чтобы не было, если вы знаете, как все на самом деле на уровне железа, ну, например, вы там, я не знаю, пишите под железо 10 лет, смело меня поправляйте, с большой долей вероятности, вы правы, я не прав. Хорошо. Так, мои достижения, собственно говоря, проще сказать, что никаких, так будет проще, то есть, я занимался математикой, все, но это о чем? То есть, будет намного более, иногда возникает ситуация, когда слушатели пытаются соперничать с преподавателем. Я не против, вперед, но просто более конструктивно воспринимайте меня как человека, который 10 лет изучал джаву, а сейчас просто может очень много времени посадить подготовке к лекции. Не значит, что я кого-то умнее, опытнее, лучше или что-то еще, я не пишу книг и так далее. Просто воспринимайте, что я могу к каждой лекции готовиться неделю. Ну, то есть, воспринимайте меня как средство добычи информации. Я могу при подготовке к лекции просмотреть 10-20 статей, просмотреть, прочитать и выбрать лучше. Такой экскаватор. Хорошо, понеслась. Так, совсем вводный материал. Да, еще. Наш курс будет представлять собой такую странную смесь из прагматичного и академического материала. Прагматичный материал мы конкретно будем писать разные штуки. То есть, я буду демонстрировать вам некоторый код, который что-то делает. Блокировкой Петерсона или использованием дизраптора, использованием джаотива конкуренции, свои примитивы. Это с одной стороны. Но наш курс не будет полностью прагматичным. Мы не будем сидеть только на коде и получать какую-то пользу. Реализовать какие-то шаблоны. Поскольку, в отличие от других тем, многопоточность достаточно тяжело понять, если не разобраться в некоторой теоретической основе. Поэтому я часто буду давать какие-то статьи, какие-то утверждения, какие-то архитектуры, которые не будут заканчиваться кодом. То есть, просто это какие-то ссылки, рассказы, рисунки. Хорошо. Да, еще. Те ссылки, что я даю, полностью обсуждаемы. Но в целом, я курс по многопоточности читаю первый раз. Но в целом, этой темой интересует где-то 5-6 лет. Читаю интернет и читаю книги. Поэтому, зачастую, если я даю какие-то ссылки, то это не первая попавшаяся ссылка, а ссылка, которую я несколько раз встретил. И нельзя сказать, возможно, она не самая полезная. Возможно, она не самая лучше всего рассказывает тему. Но с большой долей вероятности, это самая цитируемая статья по данной теме. То есть, как бы в таких полу научных отраслях есть понятие цитируемой. Ну и зачастую получается, как кнут. То есть, трехтомник кнута очень цитируем, никто его в жизни нормальный человек не читал, читает что-то другое. Ну, соответственно, то есть, я буду указывать на цитируемые вещи. Итак, совсем легкое интро. Тут мы долго останавливаться не будем. Закон Мура. То есть, это некоторые вещи, которые признаны на поточности чем-то типа ответных пословиц, поговорок. Закон Мура. Совсем кратко. Я взял статью из Википедии. О чем он говорит? Неважно, о чем говорила оригинальная версия закона Мура. Мур, директор, насколько я понимаю, компании Intel, очень долго. И где-то в 65-70 году он высказал утверждение, что, по-моему, оно касалось количества транзисторов, что на идентичном юните каждый год будет примерно, каждый год будет удвоение количества элементарных деталей транзисторов. Да, оказалось, что шкала логарифмическая, то есть, вот это годы, вот это, соответственно, степени. И, как видим, в логарифмической шкале график, в общем, очень сильно линейный. Из чего следует, что действительно рост экспотенциальный. Хорошо. Но со временем оказалось, что очень многие штуки подчиняются, в области IT подчиняются этому закону. То есть, вот мы видим другие формулировки или похожие законы. Оказалось, что экспотенциально, ты сможешь считать, что в К раз каждый год что-то увеличивается. Полтора-два раза. Это количество транзисторов на каком-то элементе. Это потребление энергии. Это очень многие вещи. То есть, оказывается, да, емкость жесткого диска, емкость АЗУ, пропускная способность сети. То есть, в области IT сложилась уникальная ситуация, когда очень многие вещи растут экспотенциально. Ну, вот, количество пикселов на доллар, да, то есть, это уже пошло по экрану. Количество библиотек, ну, тут дальше уже пошло. Хорошо. Ну, это приводит. Это привел... Так, пошли. Следующая статья, очень важная. Статья гербосатора. Бесплатные завтраки закончились. Но корректней, бесплатный завтрак, это и геоматическое выражение английского языка, который на русский самый точный период, это халява. Герб Саттер, это некоторая звезда C++. У него несколько книг, он входит в какие-то комитеты по стандартизации. И, собственно говоря, у него статья 2005 года, халявы больше не будет. Так что он имел в виду? Это, пожалуй, самая... Самая цитируемая статья... Будем встретить только картинки, поэтому на мелкий почерк не обращайте внимания, если у вас плохо видно. Самая цитируемая статья, которая является... Как это называется? Сообщила миру, что началась эра многопоточности. Ну или там конкурентных вычислений, многоядерности, как бы много схожих терминов, в общем, пора. Итак, о чем он говорит? Если клад кратко, то раньше какая была... Да, 2005 год, программистов больше не будет халявой. В чем заключалась халява? Халява заключалась в том, что мы могли написать программу, потом просто ждать, и, можно так сказать, каждый год наша программа работала быстрее в полтора-два раза, а то и в три-четыре раза, как поведет. Поскольку закон Мура на уровне железа выполняется, то какой-то 3D-шутер, который тормозит на 500 долларов в компьютере в этом году, в следующем году уже будет нормально работать, а через год будет летать. Вот. Это обосновывается... Вот тут он приводит несколько графиков. Шкала, опять же, логарифмическая. Внизу годы, вверху количество. Да, единственное, что проблема. Графики обозначают все, все разное. Вот это, наверное, количество... Так, не похоже на количество транзисторов. Транзисторов уже у нас под миллиард. Ну, будем сейчас смотреть. Вот. И забавного. На этом графике... То есть, вот он, говорит, показано. Конец халявы. Статья 2005 года. Да, статью поправили, она 2005, но уже растянули до 2010. И вот некоторый график все еще идет вверх, а некоторые графики сломались. И так, за счет чего была халява? Почему наши тормозящие программы в следующем году начинали работать в полтора-два раза больше? Первое. Росла постоянно производительность на один тик генератора. Вот это точки. Да, наверное, вот. Производительность на один тик тактовой частоты процессора. Заключалось в том, что возникали какие-то векторные вычисления, какие-то конвейеры. Ну, мягко говоря, то есть в первом пентиуме и в пятом пентиуме одно и то же ядро состоит из... С точки зрения программиста на Java ядро то же самое, но почему-то количество транзисторов на ядро выросло, допустим, с двух миллионов до двухсот миллионов. То есть транзисторов стало в сто раз больше. Инженеры тратили эти транзисторы на то, чтобы все лучше и лучше в каком-то смысле выполнять программы. Так вот, какое-то время назад это закончилось. То есть программистам, системотехникам больше не нужны транзисторы. У них больше нет способа удвоения. Хотя вдвоение транзисторов все еще происходит. Зеленая линия. То есть каждый год количество транзисторов в полтора-два раза увеличивается. Но системотехникам эти транзисторы не нужны. Они уже все, что только возможно, засунули в ядро. Это халява номер раз, которая закончилась. Вторая халява, которая закончилась, это рост тактовой частоты. Вот синие кружки. Тут все достаточно понятно. Вот вышла на горизонталь. Оказалось, что по ряду причин, опять же, это читать интернет, тут я не особенно разбираюсь в железе, но по ряду причин, многие из которых ограничения уже уровня физики, прекратился рост тактовой частоты. Кто помнит, в году 2004, 2005 были уже процессоры порядка 4 ГГц, и было ощущение, что сейчас будет 10 ГГц, 20, 30, 40, 50. Но на сегодня типичный процессор имеет частоту примерно 2,5-3 ГГц. То есть уже около под 10 лет тактовая частота не растет. Столкнулись с многими эффектами, один из них нелинейный рост выделения энергии. То есть уже 100-ваттный процессор тяжело охлаждать. Ну и какие-то еще и другие железные проблемы. И вот этот вот основной разрыв, то есть количество транзисторов растет, а системотехникам, вот, наверное, они больше не нужны. Это породило эру многоядерности. То есть оказалось, что каждый год количество транзисторов на кристалле увеличивается. Допустим, сейчас в некотором топовых хороших процессорах порядка 2 миллиардов транзисторов. Но при этом системотехники говорят, что им на полноценное ядро нужно, допустим, всего лишь 250 миллионов транзисторов. Им больше просто не нужно. Они не умеют это эксплуатировать. И поэтому эра многоядерности, которая уже многоядерности, многопроцессорности, которая была достаточно заметна на рынке мейнфреймов, но была заметна всяких IBM, IBM и банковских приложений, то теперь даже на персональном компьютере оказывается, что за те же 100-200 долларов в процессоре мы получаем многоядер. То есть 2 миллиарда транзисторов, на ядро нужно 250 миллионов. Поэтому вам говорят, знаете, мы на том же самом кристалле за те же самые 100 долларов просто нарежем 4-8 ядер. На одном и том же говорят, что поэтому процессор это процессор, CPU как бы вот один камень. Вы покупаете, это штучка с ножками. А вот эти вот, собственно говоря, объединения транзисторов называют ядра. Соответственно, эпоха мальтикорна стала. На одной подложке несколько ядер. Глянем просто, как это физически выглядит. Как видите, Малтикор. Так, нужны вводки. Так, ну вот практически. То есть это процессор, камень вот один, с которого содрали верхнюю крышку. Вот как он выглядит. Что можно сказать, разные цвета. Размер процессора уже соизмерим с длиной волны света. И поэтому, собственно, разные структуры, кэш-память, алу, по-разному немножечко выглядят в разных цветах. Но что мы видим? Мы видим симметричность. То есть здесь такое ощущение, что 4 практически идентичных штуки. Вот, 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 вот. Более того, вот я вижу, что у этой штуки возможно есть две подштуки. То есть возможно вот эта одна штука и вот эта вторая штука. То есть мягко говоря, покупая один процессор за 100-200 долларов, в реальности у вас под коробкой несколько независимых ядер. Ядра по выполнению почти всегда 100% независимые. по памяти часто они имеют либо свою собственную, скажем, если это ядро, это его собственная память. Но они могут иметь и некоторую общую память, которая, допустим, разделяется разными ядрами. Независимые по управлению, по инструкциям ядра приводят к тому, что чтобы такую штуку полностью заиспользовать на 100%, вам необходимо запустить несколько потоков. На сегодня есть разные академические подходы, но на реальном рынке с точки зрения операционных систем основной способ, то есть все, насколько я понимаю, промышленные операционные системы популярные, эксплуатируют многоядерность как многопоточность. То есть просто-напросто нам необходимо запустить несколько потоков. Если у нас 4 ядра, то совсем огрубляя, нам надо запустить 4 потока. Поскольку один поток примерно загружает одно ядро. В любом случае, один поток на сегодня ни GVM, ни операционная система не умеет как-то раскладывать на 2 ядра. У нас еще есть дальше по ходу обратимся детальнее, но это закон Амдала. Тоже часто цитируют, и он нам немножечко позже понадобится. Он заключается. Простейшая у нас дробь, если почитаете. Его могут спрашивать на собеседованиях, но если кратко, если у вас есть система, которая, допустим, половину времени проводит в коде, который как бы синклитонизирован, то есть должен выполняться только в одном месте. А половина времени, ну, например, половину времени может быть распараллелено. То есть 50% это код, который не может быть распараллелен, 50% времени программа выполняет код, который может быть распараллелен. Это приводит к следующему. Даже если вы ведете бесконечный уровень параллельности, у вас 65536 ядер, то это ускорит вашу программу всего лишь в два раза. Да, именно это и показано на данном графике. показывает, ну вот, 50% у нас распараллеливаемый код занимает 50% времени. Вот это количество ядер, то есть насколько удалось разбить нашу работу. Оказывается, что у нас простая экспоненциальная кривая, которая прижимается к двойке. То есть 50% работы мы распараллели бесконечно, а 50% все так же выполняется в однопоточном режиме на одном ядре по-нашему. Это приводит к следующему, что для того, чтобы ваша программа была масштабируемая, вам на одновременно и переписывать часть, которую можно распараллелить на эксплуатацию многоядерности, то есть чтобы продвигаться по правой шкале. Ну, однопоточное приложение, запущенное на 128 ядрах, все равно будет работать как на одноядерное, она загрузит одно ядро. С другой стороны, необходимо увеличивать процент кода, который может быть распараллелен. То есть если у вас только 5% кода не может быть распараллелено, то в таком случае, если вы введете очень много потоков, очень много ядер, код, естественно, корректный, вы увеличите произведительность программы в 20 раз. Примеры при работе GVM частей, которые, в общем-то, непонятно могут ли быть распараллелены. Это загрузка классов. Если ваше приложение достаточно простое, Hello World, но при этом использует достаточно много классов, да, простой System.out Println Hello World в GVM загружает порядка 400 классов. Если окажется, что ваша подсистема загрузки классов, то есть тот, кто запускает класс лодеры по мере использования классов, работает через, скажем, какую-то Synchronized секцию, то ваша программа, то есть большую часть времени, она не будет эксплуатировать вашу многоядерную машину. Это первый пример. Второй пример это всякого рода Синглитоны. То есть какие-то классы, которые являются как бы глобальными переменными, и на них висит какой-то Synchronized. Вы заходите в Synchronized, вы всех заблокировали и выполняетесь. Хорошо. Как не слайд дальше? Сегодня первая лекция модуля номер один между железом и математикой. Ситуация следующая. Не порождать фоливоры. фоливоры. Курс я читаю впервые и вполне возможно и последний раз. У меня есть курсы, которые я читаю часто, этот я читаю первый раз. Это приводит к следующему, что курс я, в общем-то, пишу по ходу. Сегодня у меня прописаны лекции, я знаю, сколько их, какой материал. Но в целом сказать, что я буду преподавать на 14 лекции, я точно детально не могу. Чем ближе к лекции, тем больше я готовлюсь, вычитываю и вам сообщаю. Поэтому можете спрашивать, что будет в дальнейшем, но зачастую там все еще покрыто туманом. Итак, с алгоритмической точки зрения, с архитектурной, есть несколько способов эксплуатации многоядерных. То есть многоядерных, то, что у нас на одном процессоре несколько независимых ядер. Или даже многопроцессорных. Когда у нас просто в компе стоит материнская плата, в которой несколько сокетов, и мы вставляем несколько процессоров. В крутых серверных машинах может быть, например, четыре сокета, в каждом сокете восьмиядерный процессор. Итого у нас 32 ядра. Многоядерность может эксплуатироваться алгоритмически и с точки зрения библиотеки архитектур разными способами. Способ номер один – это потоки. То есть у нас есть некоторая конструкция, абсолютное большинство, ну так, абсолютно с долями тяжело, но в общем-то большинство популярных языков программирования носят императивный характер. Императивный, то есть предписывающий. Это если вы видите цикл for, если видите if, если видите switch, это значит, вы в рамках императивного языка программирования. Java, Pascal, CC, плюс-плюс содержат эти компоненты. в данном случае мы даем прямые инструкции процессору, что ему сейчас делать. Да, то есть if говорит, вычислить сейчас условное выражение, если оно true, иди, значит, if, если оно false, иди в ветку l. Так вот, в данном случае мы фактически напрямую отдаем последовательность приказов. Она компилируется, превращается в аналогичную последовательность инструкций машинных, которые тоже представляют собой последовательность приказов. То есть процессор это некоторый конечный автомат, который потребляет инструкции и выполняет их одна за одной. В общем-то. По ряду причин человеку проще, по какой-то причине люди так пишут программы проще. То есть цикл for, if, switch, while do и прочие. Вызов метода, возврат из метода присутствует в большинстве популярных языкового программирования. А эта концепция очень хорошо ложится на идею потоков. Поток это и есть, мягко говоря, вызов метода. То есть первый поток, который стартует с GVM вызывает метод main, а мы из метода main пошли вызывать system.out.println, а он еще что-то вызвал, еще что-то. Если вы хотите многопоточное приложение, вы просто делаете new thread, код будет позже. New thread, даете ему runable, он запускает метод run, и у вас выполняется параллельно другой метод. Но присутствуют другие способы. Например, в рамках неклассических архитектур будут смотреть software transactional memory. Сейчас я предполагаю на примере Клажуя, но глянем в библиотеке Клажуя языка, будем экспортировать, импортировать Java и писать на Java. Вот этот раздел предполагает совсем по-другому в общем-то другой подход. Мягко говоря, он очень сильно, вот transactional, очень сильно напоминает работу с базой данных. Когда мы работаем с базой данных, у нас язык из Кл не императивный, а декларативный. То есть мы не предписываем конкретные приказы, а мы сообщаем в некоторой рентайм среде, там Oracle, его подсистеменное выполнение запросов, чего мы хотим. И если в Java, когда мне нужно отсортировать массив, я вызываю JavaUtilArraySort, это вызов метода, где внутри есть какие-то жуткие циклы и рекурсия. Там непосредственно я вызываю метод, в рамках него непосредственно выполняются какие-то инструкции по сравнению и перемещению элементов массива. Но в рамках SQL у меня первое, стиль декларативный. Я просто делаю выборку, select и в конце говорю, что order by. Я просто говорю, я хочу, чтобы выбранные данные были упорядочены. И соответственно, в рамках программирования на SQL меня не интересует, какая там быстрая сортировка, сортировка слиянием, сортировка пузырьком, меня это не касается. Это первое. Второе. В рамках, когда я, у меня есть shared данные, это, например, таблица, я на нее просто-напросто бросаю множество SQL, одновременно могу из разных потоков. Один SQL делает апдейты некоторых записей, другой SQL делает ставки новых записей, третий SQL удаляет, четвертый делает выборку и суммирует какой-то показатель. И, конечно, если вы DBA-админ крутой, то вам приходится знать, что происходит под ковром у движка базы данных. Но, вообще говоря, некоторая абстракция такая, что когда выполняется ваша транзакция, если выполняется нечто уровня Serializable, то вроде как всех других не существует. То есть, рантайм среда, которая поддерживает ваш SQL, ну, то есть, часть MySQL, часть DB2, часть Oracle, часть Postgres, она выступает для вас как бы виртуальной машиной. И она вам обеспечивает абстракцию, при которой вроде как вы сейчас монопольно владеете таблицей, делаете с ней что хотите. Конечно, на уровне движка, если я, например, один человек делает апдейт, а другой делает ставку, или же два потока делают ставку, в таком случае два потока делают ставку. Движок базы данных может понимать, что они друг другу не мешают. Они делают, в общем-то, независимые записи и запускают эти два запроса одновременно. Но мы снаружи на уровне программирования SQL-а всего это не замечаем. На уровне поверхностного, если мы не сильно вникаем в конкретный диалект SQL-а, у нас нет блокировок, нет потоков. Мы просто говорим, вот есть таблица, вот так ее надо преобразовать. Поэтому один из подходов, который сейчас продвигается в области многопоточного программирования, это вот аналог. А нельзя ли нам поверх виртуальной машины Java породить некоторую еще как бы виртуальную машину, ну, в виде фреймверка или библиотеки, такая, чтобы у меня вообще избавиться от понятия блокировки. у меня должен быть некоторый мир, вроде как внутренности базы данных, куда я погружаю свой shared объект, а потом снаружи говорю, вот я хочу это так, допустим, что мы реализуем многопоточную хешмапу. Я туда погружаю обычную хешмапу без блокировок, без синхронайзов, без ничего, семафоров, всего этого нет. Ни волатайлов, ни атомиков, просто обычная однопоточная Java kill хешмапа. Потом я снаружи, среде говорю, одновременно в нескольких потоках. Я хочу вызвать метод add, я хочу вызвать метод remove. И уже вот эта среда, которая находится между API, которая нам предоставлена, и виртуальная машина, она делает так, что хешмапа становится многопоточно корректной. Простейший пример, глупый, но работающий. Это просто-напросто сделать что-то вроде метода evaluate, который синхронизит. Тогда все, кто подвергает нашу хешмапу многопоточному доступу, проходят через один синхронизит метод, и, соответственно, запросы выполняются последовательно, и хешмапа не разваливается. Вот такой подход. Еще один подход, которому, возможно, будет посвящен не одна, а пара лекций. Это модель на основании акторов. Модель на основании акторов предполагает, что у вас не потоки взаимодействуют через общую память, и, соответственно, эту самую память могут поломать. А у вас есть акторы, ну, кратко говоря, актор это примитив либо языка программирования или библиотеки, в котором ОООП расстройство многопоточностей. То есть у вас как бы каждый объект является потоком. И эти объекты, обладающие собственным потоком, обмениваются сообщениями. Соответственно, shared memory возникает только ненадолго, когда один поток другому потоку посылает сообщение. Из-за этого большинство языкового программирования требует, чтобы сообщения, которые обменивались в потоке, были не мутирующими. То есть разделяемая не мутирующая память никто никого сломать не может. Есть еще несколько подходов. Давайте четвертый и я подытожу. В Java есть библиотека ForgJoin в пакете Java Kill Concurrent начиная с версии Java 7. Если это пример рекурсивного параллелизма. В общем-то как мы можем сделать в обычном языке программирования повторяющиеся действия? Обычно для либо итерации, либо рекурсия. Итерация. Мы запускаем какой-то цикл, например, For, и выполняем действия несколько раз. Тело For. Либо же рекурсия. Мы вызываем рекурсивный метод, который содержит строку кода и собственный вызов. Мы погружаемся в стек, из стека выходим, и тело метода из-за того, что он вызывал самся, выполняется несколько раз. Аналогично. Многопоточность есть пара подходов. Итеративный параллелизм. Это, по сути дела, когда мы что-то вроде крутимся в цикле и стартуем потоки. У нас есть 10 задач. В цикле For крутнулись, New Thread, New Thread, New Thread запустили. И рекурсивный параллелизм. Без примера тут написать, но вот кратко ForJoin это пример, где рекурсия сделана многопоточной. Хорошо. Итого. Хотя у нас на сегодня присутствует, скажем, на поле алгоритмов, алгоритмических подходов, архитектурных, скажем, 4 популярных подхода. Это либо у нас есть явно потоки. И явно есть объекты блокировок. Да, ну вот, собственно говоря, мы смотрим, в оригинальной Java есть поддержка на уровне ключевое слово synchronized, ключевое слово volatile. Это раз. Второе, у корня всех ссылочных типов, у Java long object, есть методы wait, notify, notify all. Уже немного древняя конструкция, но есть на уровне языка. Или более круто, чем вот эти небольшие штучки, это целый Java util concurrent. ForgJoin тоже в concurrent, мы сейчас про него не говорим. Это, скажем, новопоточная коллекция уже нам сделаны. Вот классы синхронизаторы. синхронизаторы, это обобщение блокировок, обобщение синхронизаторов. Lock, вот это вот, можно сказать, вот эти все четыре класса интерфейса, обобщение синхронизаторов. семафор, похожая штука, циклический барьер, фазер, они более крутые, но все это как бы вот блокировки синхронизаторов. Подход такой. Подход номер два, это рекурсивный параллелизм, когда нам удается распараллелить рекурсию. Это подход на основе транзакционной памяти, когда мы делаем дополнительный уровень абстракции между GVM и API, который используем. И мы просто говорим, вот тебе данные, вот какие вещи по нему надо использовать. Вроде как, вот шерет таблица, а вот тебе и сквели, которые ее меняют. Все, разбирайся сам. И это подход на основе передачи сообщений. Но оказывается, что сейчас очень сильно популярны, да, первое, процессор, процессоры, в общем-то, поддерживают серьезно только концепцию потоков. Точнее, то, что мы понимаем под потоком, напрямую в процессоре, в железе такой абстракции нет, но там есть несколько инструкций, которые позволяют переключать контекст исполнения. И поэтому получается, что все операционные, когда я говорю все операционные, я имею в виду Windows и Windows. Или Unix-подобные операционные, то есть то, что типичный программист использует. Я не имею в виду всякие там Unix-ы для ГВАЯК на железе, там, ну, вот. Из-за того, что железо поддерживает практически только примитивы, позволяющие реализовать потоки, то операционные популярные Linux и Windows реализуют потоковую модель, и языки программирования Java, C++, C Sharp реализуют тоже потоковую модель. Это раз, поэтому потоки очень важны. Второе, поскольку GVM в конце концов построена на модели потоков, то даже когда у вас та же самая ACA, которая реализует модель акторов на основе передачи сообщений, она все равно по траха ACA написана на модели потоки плюс блокировки. Транзакционная память тоже, то есть библиотека Кложур и Ланг, например, как пример транзакционной памяти, тоже внутри реализована на потоке плюс блокировки. Поэтому у нас сильный перекос в курсе и вообще в любом нормальном курсе в сторону потоков и блокировок. Либо потому, что это один из способов писать так, либо потому, что другие способы реализованы через этот. Раз, два, как только мы начинаем оперировать концепцией потоков и блокировок, потоки, блокировки и shared память. То есть память, которая одновременно разделяется несколькими потоками, то у нас есть независимые потоки, они все лезут в общую память. Чтобы они, когда лазили по общей памяти, друг друга не поломали, у нас вводятся блокировки. Но, собственно говоря, и при анализе вот этой расшаренной памяти, и при анализе блокировок нам приходится глубоко погрузиться в то, как устроено железо. хотя в целом можно в этом не разбираться. У нас просто посвящено целых четыре лекции. Почему? Первое. Если ваша программа... Что часто ловят на собеседованиях? Если ваша программа работает некорректно, то ее некорректность обусловлена тем, как железо поломало вашу программу. То есть вы некорректно использовали что-то на уровне железа, на уровне примитивов, волатайл, синхронайзе, wait, notify, и ваша ошибка проявилась таким образом. Типичные вещи тут это double check locking, идиома, который вообще в жизни реально никто не использует, но ее часто спрашивают на собеседованиях, и это очень интересная конструкция, оптимизация, которую в реальной жизни люди не используют, но если бы вы попробовали ее использовать, то вы бы хорошо увидели, ее практически невозможно реализовать правильно на джаве, есть 100-500 неправильных способов реализации, каждый неправильный способ демонстрирует то, как железо поломало вашу логику. Это первое, для чего изучается железо, то есть когда ваша программа некорректная, то она ломается, вы смотрите, как выглядит железо. Вторая причина, если вы так и будете писать свои синхронизационные примитивы, или свою библиотеку транзакционной памяти, или модифицировать как-то акку, она же в open source идет, в открытом исходном коде. в таком случае, если вы не угадаете с правильной эксплуатацией железа, вы можете типично потерять по скорости, но если вы совсем не угадали, то примерно в 5-10 раз. Если быть точнее, то некоторый типичный код написанный, вот он как-то работает. Если вы написали криво, то он работает, скажем, в 3 раза медленнее. Если вы написали его классно, соптимизировали, полностью ушли железо, то он работает в 3 раза быстрее. Соответственно, разница по скорости, то есть, ваша реализация какого-нибудь семафора может по скорости отличаться в 10 раз. При этом оба семафора функционально будут корректными. Просто в одном случае у вас ложное разделение пока шли не есть, а в другом нет. На уровне джавы все работает корректно. На уровне железа в одном случае вашего процессора идет дым, так он сильно загружен и все работает очень медленно. Хорошо. Пошли непосредственно по материалу. Железо, что у нас? 6.45. Лекция, я думаю, будет в виде трех кусков минут по 50 по 60. Хорошо. Так, что у нас есть? У меня вот здесь вот кратко вроде как здесь много ссылок и картинок. Хорошо. У нас архитектура современных процессоров и кэши. Так, понятие memory wall, понятие падинга памяти, ложное разделение, кэшлиния, не знаю, как это на русский перейти. Так, смт нума, хорошо. То есть архитектура процессоров, такая конструкция как барьеры памяти и протокол конкретности кэшей. В данном случае, так, хорошо, понеслась. Здесь я использую три очень встречающихся и цитируемых статей, по 70 страниц, небольшие книги, в которых хорошие картинки. Просто взял из них страница 36. Хорошо. Описание на 50 страниц архитектуры процессора интелловка на халема. 36. Ситуация следующая. Да, тут, как мы видим, у нас, судя по всему, восьмиядерный процессор. Вот это топочка, это процессор. Ядро вот эта штуковина. Их тут 8. Четыре слеплены вместе, четыре вместе. Необходимо исходить из такого понятия как memory wall. Если будете считать достаточно неплохо многопоточность в принципе введения описано в википедии. Википедия memory wall, википедия регистры, википедия и так далее, cashline. Смотрите там, если кратко, что такое memory wall? Стена, видимо, какое-то опять же геоматическое выражение английского. Имеется ввиду, что хотя у нас наблюдается экспотенциальный рост многих вещей, а конкретно скорости работы тактовой частоты процессора, это раз, частоты, на которые работает память. У памяти тоже есть частота, обычно она примерно, я так понимаю, раза в два меньше частоты процессора. То есть, как часто она может читать, писать, два. и скорость, пропускная способность, задержка и пропускная способность шины памяти между процессором и АЗУ, все это растет экспотенциально. Но показатель экспоненты у емкости и скорости памяти и у скорости процессора выше, чем экспотенциальный показатель у пропускной способности и задержки между процессором и памяти. Это означает следующее, допустим, что каждый год ваш процессор в два раза более быстрый и ваша память в два раза более быстрая. Но задержка, когда процессор хочет прочитать произвольную ячейку памяти, она уменьшилась всего лишь, допустим, в 1,8 раза. У нас это выглядит следующим образом. То есть эта пропускная способность растет, но с каждым годом время доступа из ядра в память постоянно увеличивается. Здесь это обозначено вот как 65 наносекунд. То есть в общем-то получается, вот это ваше ядро. Собственно непосредственно, когда я говорю ядро, я имею в виду АЛУ, арифметика логического устройства. То есть мягко говоря, то место, где расположены регистры и вот например сумматоры. То есть что-то, что умеет складывать два целых числа 32-битных. То вот расстояние в кавычках между ядром и памятью 65 наносекунд. Учитывая, что тактовая частота процессора, допустим, я буду считать, что 3 ГГц, то вам надо 3 увеличить на 65 и оказывается, что у вас временное расстояние латенции между ядром и памятью 200 тактов процессора. Это означает, что когда ваше ядро вдруг решает записать что-то в память или прочитать из памяти, вы имете задержку 200 тактов процессора. Соответственно, как это выглядит в Java? если у вас 3 ГГц все на вскидку, вы пишете цикл for и у вас счетчик цикла какой-то бесконечный. Пусть у вас будет while true k++ k типа long. То если k у вас это локальная переменная, то она хранится прямо в регистрах в ядре и ваш бесконечный цикл успевает за секунду прокрутиться 3 миллиарда раз. Все это округленные числа. Но если это самое k будет храниться в хиппе в javascript то есть просто вы в качестве счетчика цикла будете использовать целочисленное поле класса. То у вас резко цикл упадет в 200 раз. То есть ваш цикл while true k++ будет теперь крутиться не 3 миллиарда раз в секунду счетчик крутнет, а всего лишь сколько выходит 15 миллионов раз. Проблема в том, что время на доступ из ядра в память все время увеличивается. Оно все время становится меньше, но отстает от производительности процессора. Раньше было не 65 наносекунд, а 100 наносекунд, 200 наносекунд, 500 наносекунд, но тогда и тактовая частота процессора была ниже. и так вот этот самый memory wall непреодолимая стена тормозящей памяти привел к тому, что у нас возникла иерархия кэшей. На сегодня в типичном процессоре за 200 долларов есть где-то три уровня кэша. То есть у нас кроме основной памяти, которая обычно выглядит как отдельная планка на материнке на 8-16 гигабайт, на самом ядре процессора часть элементов я буду все вместе называть транзисторы. Я знаю, что в разные детали, но часть транзисторов тратится на маленькую память, которая находится прямо рядом с процессором. Получается, когда этому ядру называются память, которая ближе всего к ядру калу называется кэш первого уровня L1 Layer 1 который чуть дальше Layer 2 или Level 2 который еще дальше Level 3 объемы растут. получается, что чем больше памяти типичный размер L3 памяти это 8 мегабайт или 8 мегабайт типичный размер L2 кэша примерно 256 килобайт типичный размер кэша первого уровня примерно 8 16 килобайт так получается что вот с ростом кэша время доступа к нему увеличивается если доступ к памяти занимает допустим 200 тактов процессора 3 гигагерца на 65 на секунду доступ кэшу 3 уровня допустим порядка 50 тактов кэшу 2 уровня порядка допустим 10 20 тактов кэшу 1 уровня порядка пара тактов но объем падает почему это происходит почему нельзя сделать вместо трех уровней кэшей 1 l3 время доступа к которому один так я не знаю это какие-то системотехнические задачи то есть получается если вы заводите счетчик цикла скорее всего он будет находиться прямо в регистрах прямо в алу если ваша программа постоянно использует да эта модель кэшей нам как джористам вообще не видно у нас это все называется java хит или там первым джем молодое поколение и так далее стек вся память которая нам как джористов живем видно мы думаем что он находится вот здесь в реальности когда ядро обращается к памяти то в этих кэш и делают снимки наиболее часто используемой памяти из данных из общей памяти соответственно если обратился к кому-то данному его подкачали в l3 кэш l2 l1 я использую то что лежит рядом время доступа 12 такта хорошо современный процессор устроен крайне сложно если говорить по регистрам память которая находится к нам наиболее ближе всего вот это у нас архитектура опять же архитектура на халема еще такое отвлечение если я на лекции что-то показал например какую-то ссылку или что-то пообещал выдать литературу ответить на вопрос предоставить код то спокойно мне напоминаете в skype я выполнил замечен такой эффект самосохранение я честное слово если что-то лекцию медленные по 23 часа на лекции что-то обещаю я искренне считаю что я это сделаю честно как только лекция заканчивается я упавший у меня тут желание ничего не делать то забыть пойти выпить чая и гулять поэтому я напоминайте мне я честно хочу выполнить все свои обещания выдать все ссылки ответить на все вопросы но часто срабатывают самосохранение я избавляюсь от обещано общая картинка потому что если погружаться детально то конкретно вот выглядит алу где все эти сумматоры делители находятся а вот конкретного на халема вот такая сложная структура это память где скорее всего содержится ну почти наверняка там содержится например счетчики циклов или локальные переменные которые вы интенсивно используете например у вас огромный цикл он крутится вы внутри цикла что-то используете локальную переменную вот с большой долей вероятности у вас процессор поместить эти данные в регистр регистр очень много они все очень разные то есть 16 64 битных регистров вот какие-то вот такие регистры такие регистры есть специальные регистры 8 регистров для вычислений с плавающей точки 80 битные джау напрямую как-то не отражает регистров много если детально погружаться то это уже глубокое железо и наверное разработчики каких-нибудь шпех кодеков или там пех кодека в этом разбираются нам как же есть там это особенно не нужно шеи давайте еще посмотрим на иерархии у нас википедия иерархия памяти такая мощная картинка так это мощная картинка говорит о том как устроена схематично устроена процессор иерархия памяти и в рамках процессора md бульдозер это на архитектура процессор и так что мы видим сейчас мы видим у него есть два сокета сокет это ну мягко говоря это разъем на материнской плате куда можно ставить процессор для одного процессора и для второго процессора дальше оказывается что в рамках одного сокета то есть в рамках одного ядра у нас присутствует сколько 7 еще 7 16 ядер но вот возьмем например вот это ядро у этого ядра до кэши которая ближе всего к процессору делятся на кэши данных и кэши инструкций так вот тут ld лд не отмечена дэн означает данные и инструкции вот мы их различать сильно не будем и так у ядра есть свой маленький кэш данных потом есть для этих двух ядер общий кэш еще один кэш инструкции 2 1 уровня это начать следующее что если эти два ядра выполняют одни и те же машины инструкции в таком случае не используют общую память им не нужно каждому иметь свою копию кроме того это означает что общем то вот этому процессору и вот этому напрямую нельзя они не могут использовать общие данные на этом уровне поскольку у этого ядра вот его кэш у этого ядра вот кэш это два независимых кэша если этот процессор запишет какое-то данное этот хочет прочитать то первое общее действительно память это кэш 3 уровня это действительно общая память то есть память которая одновременно видит и этот и это ядро и это ядро у нас получается следующая терминология если ядра имеют доступ к памяти симметричный это архитектура называется смп реческая мультипроцессорная архитектура сказать если бы наш процессор состоял всего лишь из двух ядер то система была бы смп то есть симметрично 2 всегда будет симметрично а это переводится к not non-uniform memory x и не не равны не симметричный доступ он говорит о следующем что и два ядра имеет общую память вот и не могут ее использовать но уже ядро вот это и вот это имеет общую память не ближнюю а дальнюю доступ который заметно медленнее допустим сюда доступом 3 такта сюда доступ 20 тактов сюда 50 то есть если это ядро и это ядро захотят обменяться данными яркий пример в какую-то общую переменную статическую этот поток записал а этот поток хочет прочитать обмен возможен только через кэш 3 уровня соответственно передача данных между ядром ядром будет занимать там 50-100 тактов если же еще большая нумо то есть у нас есть вот этот не знаю как сказать нумо раздел или нумо секции вот это то оказывается что у вот эти вот этого ядра и вот этого ядра нет общего кэша они могут обменяться данными если случайно это ну например этот поток вышел из блокировки отпустил блокировку значит пустить блокировку но это начальше на уровне битов как-то изменились биты где-то в памяти есть какой-то кусочек данных которая означает что флаг флаг свободен флаг свободен он перешел состояние труб а кто-то другой хочет захватить блокировку пока то что ему для того чтобы просто узнать свободно блокировка или занята блокировка нужно прочитать и не кэш и поскольку эти два ядра не имеет общего кэша она прочитать память оригинальная азу доступ которому порядка 200 тактов процессора то что мы просто дальше неудачная блокировка произошла вопроса узнали что занята получается вам как бы нужно порядка двухсот фактов то еще медленнее обмен данных обычно между сокетами мы как джиннист этого особенно замечать не будем их программирование учитывать не будем но когда программируют люди на уровне железа то да есть такое понятие строят афинити а вот так мы этого как джиннисты не видим у нас таких и нет вот так термин означает что вы можете когда стартуете поток указать свои рантайм среде что это вас там язык программирования виртуальная машина операционка можете указать что ваш поток должен быть намертво привязан к некоторому ядру джаве средствами стандартными gdk джарь я этого сделать нельзя хотя можно немножко обойти сделать потому что винда linux они содержат такие вещи люди пишут действительно высокопроизводительные вещи где жестоко эксплуатируют железо какие-то там сишник или плюсовики то зачастую они используют среда финити они привязывают поток ядру но в таком случае у них уже очень четко надо знать находятся ли два ваших потока на совсем соседних ядрах или же два ваших потока лежат в рамках разных нума секций в таком случае вам очень между этим потоком будет медленный обмен данными или же ваши потоки вообще попали на разные на разные процессоры хотя вас может быть общая азу но это разные процессоры обмен данными между вот между потоком который на этом ядре потоком которые три может быть очень он может допустим 100 раз быть медленнее чем обмен вот здесь мы как джависты зачастую не работая на таком уровне у нас есть надежда что шедулер или скедулер два пара произношения живым к вместе с шедулем операционной системы проанализируют если они есть надежда увидят что например два потока постоянно обмениваются данными ты их расположен на соседних ядрах соответственно у вас все потоки постоянно друг другом обмениваются данными яркий пример например заходит и выходит в одну синхронайзер секцию но все равно и придется размазать под по разным ядрам и из-за нума несимметричности скажем этот поток вышел а синхронайзер зашел это произошло быстро а если этот вышел этот зашел это произошло медленная ситуация но еще следует что нежелательно иметь вот эти собственные места которые выполняются области данные которые меняются всеми потоками потому что даже вот какой-то простой md процессор он уже имеет архитектуру и не очень хочет чтобы все ядра шарили одни куски памяти хорошо делаем перерыв сейчас на часах 707 продолжим всем по мнению литература очень такая цитируемая штука и оксидам называется очень хорошая штука поиска научных статей у гугла есть проект вот шкаляр google.com если вы заходите то собственно говоря весь поиск происходит по научным статьям и по всему интернету по научным статьям вот и есть такой труд каждый программист должен знать о памяти каким-то бойцом из редхата то есть люди пишут операционную систему linux подписывают соответственно этот человек как раз находится на грани между железом и нами многопоточниками да и вот он написал такой труд опять же говорят тяжело нажать статью потому что под 114 страниц но данный человечище рассматривает что по его мнению должен каждый программист знать о памяти именно с позиции программиста тут достаточно много рисунков достаточно много да он объясняет как на уровне собственно говоря непосредственно как это выглядит на элементарной базе так что что если оканчивать радиоэлектронику тут можно разобраться вот вот собственно картиночка с кэшами да так стоит почитать про кэши какие-то графики размеры скажу сразу я целиком все не осилил несколько разделов которые тяжеловаты для меня особенно то что касается непосредственно вот уровня железа сначала вот это для меня вот тяжеловато вот эти штуки я учусь на программистами радиотехника и так это что некоторый терминем который по мнению одного из авторов линукса должен знать каждый программист но допустим что он перегибает палку да то есть этот человек пишет операционку понятно дело за пять лет он может прочитать подход у нас буквально сейчас на глазах пару лет назад возник новый штуковина редкий случай лежит посередине где-то между шаблоном проектирования и фразерком обычно шаблон проектирование это скажет там ну два-три класса шаблон билдер у тебя есть собственно стринг билдер а есть то что он билдит билдер да шаблон ли сына то же самое нужно три класса по большому счету кто слушает кого слушает и кто-то сам листинг прайверк это нечто огромное задающая структуру вашему структуру жизненный цикл поведение вашему приложению а вот здесь у нас только что разник возникла такая штука это штука по своей мощности равна фреймворку но по объему кофе там буквально всего несколько классов штука возникла совсем недавно сейчас очень популярная и очень много цитируют то есть возникло прямо вот сейчас что это такое это движок какой-то биржи финансовой биржи расположены в лондоне собственно то ядро которое обрабатывает как они говорят что миллионы чего-то там секунду я не знаю что является элементом работы биржи котировки акции просчитывают покупки продажи первое эта штука написано джаве второе можно почитать его сердце она работает какой-то чудовищной скоростью второе ее автор ведет блог вот говорящим названием никол симпатии что имеется ввиду под этой самой механической вот что имеет ввиду автор этого нового возникшего фреймворка фреймворк настолько популярен что на ютюбе уже куча видео его обсуждающего название блога сама говорит о следующем необходимо разрабатывать по которой ну как это любит железо отсюда слова симпатия ну вот вот это железо и проработать вместе в гармонии вот рекомендую его почитать суть следующем этот человек смог а эта штука на большинстве тестов рвет java kill concurrent то есть казалось бы невероятно да бири должен там переворачиваться ворочаться но вот люди смогли его порвать его библиотека этот автор очень хорошо понимает как его код джавовский все на джаве выполняется на железе и это позволило ему породить совокупность классов которые вместе объединяешь и они очень быстро работают на железе то есть речь идет там некоторых тестов но вот они говорят что в пике они обрабатывают 10 миллионов сообщений в секунду что они имеют ввиду под сообщениями это интер и а может длинные строки может сложные типы данных стоит посчитать товарища давайте примерно глянем то есть какой уровень понимания железа потребовался ему чтобы стать сразу знаменитым что есть знаменитым первое ну мало то что он уже в лондоне работать на финансовую индустрию то есть он разработал шаблон дефис премьер который стал известен во всем мире среди многопоточников третье он уже ушел из этой компании и основал свою по моему консалтинговую оказывают всем советы как ускорять его по быстродействию вот его статьи что-то про цепу кэши вот он говорит что характер того как вы получаете доступ к памяти важен вот ложное разделение это мы сейчас разберем то есть у него много статей да это человек который не теоретик и самое главное он не железячник он именно джавист который зарабатывает деньги в лондоне на джаве но вот что он знает о железе такого что порождает позволяет ему быть очень успешным знаменитым богатым и так далее стоит почитать его я ссылку скину то есть просто почитать что вот конкретному джависту потребовалось знать о железе и уровень это очень высокий у нас есть такой черемин это товарищ москвич работал так понимаю в яндексе сейчас работает в дольче банке и он очень интересуется многопоточностью вот как раз на самом низком уровне на уровне железа на уровне ломатайлов атомиков вот и его как-то зацепил пару лет назад этот самый дизраптор и его блог не является переводом блога вот этого механика симпатии но очень часто кто там алексей черемин или как руслан черемин то есть руслан часто читает вот этот блок выбирает какой-то эффект и разбирает сам ну вот примеры его постов вот такой да то есть он говорит он берет какую-то статью просто вот статья научная на английском вот хиллит пакард да и тут что-то разбирает после чего руслан берет и во-первых рассказывает о чем-то в статье на русском во-вторых проводит свои эксперименты ну кроме того у него хорошие комменты то есть люди с ним обсуждают да много ссылок пишет классно обсуждают и какие-то кидают еще ссылки и другие вещи вот уровень понимания Романа Руслана чтобы понимать то есть человек который перешел в Москве из Яндекса в Deutsche Bank я так понимаю что у него все хорошо катается ли он как сыр в масле цены на недвижимости в Москве не знаю но я думаю чувствует себя неплохо то есть можете посмотреть вот какой уровень понимания железа требуется чтобы вот быть молодцом хорошо еще конкретно счет дизрапторов эти блоги я часто буду цитировать отсюда смотреть картинки приводить тексты программы мы будем исследовать шаблон дизрапторов то есть это целиком небольшой фреймверт на котором может работать очень высокопроизводительное финансовое приложение давайте сразу еще упомяну на ютюбе выступление нет миллион алых роз миллион двадцать секунд вот такой Роман Елизаров тоже какой-то москвич питерец не знаю для меня эти два города одинаковые тут где-то далеко в средней стране там рядом вот в одном Путин родился в другом он сидит поэтому извините я их путаю Роман Елизаров один из авторов какой-то оригинальный русскоязычный отдел разработки расположен в России тоже биржи их биржа ну их не биржа а у них штуковина которая присасывается к нескольким биржам одновременно например к Нью-Йоркской к Лондонской к Токийской получает потоки информации со всех бирж и я так понимаю то ли просто раздает всем желающим то ли делает какой-то еще при процессе например анализирует что цена на акции в Токии уже упала а в Нью-Йорке еще нет поэтому надо продавать покупать и так далее вот и такая у него только смотрите у Романа Елизарова есть несколько докладов один тот же доклад он прочитал несколько раз вот этот самый миллион котировок в секунду есть несколько версий выбирайте они фактически работают с чем-то что является аналогом дизрафтора нечто что обсчитывает минимум миллион реагирует на миллион событий в секунду и при этом очень маленькое время задержки то есть исчисляется миллионными долями секунды тысяч на это уже для них очень медленно вот я ссылку кину тут два часа и он упоминает большинство тех вещей которые тоже игру по памяти так что мы смотрим что для нас важно так давайте прорисую в пейнте нужен лучший инструмент я на все не знаю было еще удобно и так что мы имеем у нас есть память она вот здесь у нас есть конкретное ядро а оно здесь если ядро напрямую захочет запросить данные с памяти то запрос ответ это несколько сотен тактов процессора поэтому этот самый memory wall тяна памяти или я не знаю как memory wall перевести тяна памяти наверное поэтому между ядром и памятью то физически физически вот это процессор но вот это непосредственно вот это это камень кристалл кремния вот это та часть которая алу тут происходит вычисление поэтому берут и часть транзисторов тратят на то чтобы организовать иерархию памяти какую-то вот такую ну по объему тут конечно неизмеримо да то есть вот это у нас это у нас ладно это кэш первого уровня кэш второго уровня кэш третьего уровня теперь происходит следующее так когда ядро спрашивает память то первый раз посылается запрос который стоит нам 200 миллисекунд читается какая-то ячейка памяти и ее данные логически возвращаются в процессор но в реальности что происходит на уровне жилета кусок памяти называется кэш линия один байт или один инт да один инт там в джаве инт 4 байта никто не вернет а в реальности память режется на кэш линии типичный размер кэш линии 64 байта то есть можно сказать что вся память это один здоровенный массив но с точки зрения кэшей его элементом является не один байт хотя мы как жаристы думаем что наименьшая единица ссылаема это байт у нас есть тип данных байт и так далее с точки зрения кэшей наименьшая единица это размер кэш линии вводится термин кэш лайн типичный это 64 байта так вот этот кусочек памяти отображается в кэш третьего уровня в кэш второго уровня в кэш первого уровня ну и параллельно вы получаете байт назад если теперь здесь исходит из двух гипотез часто еще называют их гипотеза о пространственной и гипотеза о временной локальности о чем говорит гипотеза о пространственной локальности она говорит что если ты использовал кт и байт то с большой долей вероятности к это номер байта ты будешь использовать также рядом стоящие байты то есть к плюс 1, к плюс 2, к минус 1, к минус 2 и так далее гипотеза о временной локальности говорит что если ты использовал кт и байт то вполне возможно ты то же самое будешь использовать еще раз то есть яркий пример счетчик цикла система заметила что ты использовал счетчик k вообще говоря я буду использовать в ближайшее время его 10 миллионов раз у меня цикл за 10 миллионов гипотеза о пространственной локальности если ты прочитал первый элемент массива то с большой долей вероятности ты также прочитаешь 2, 3, 4, 5, 6 так вот кэширование построено на основании гипотез то есть когда вы прочитали байт вам целый кусок там 64 байта подкачали вот во всей этой стопке теперь если вы захотите использовать тот же самый байт обратятся а он лежит вот здесь более того если вы идете циклом по массиву и читаете соседний байт то он тоже уже подкачан в память и предыдущий уже подкачан в память но если вы попадаете мимо кэш линия то в таком случае вы хотите вот сюда тут уже ничего нет вы опять идете в память вам опять берут целую кэш линию она отражается вот сюда в память она отражается вот сюда в память и вам возвращают ваш байт здесь происходят следующие эффекты первый называется каш полюшин так давай как полюшин перевести на русский то есть истечения и движения признение и свернение верный перевод этически имеется ввиду если вы сейчас пойдете за третьим элементом массива то есть это вас было 64 64 вы полезете за 129 байтом в таком случае вы обращаетесь здесь этих данных нет здесь нет здесь нет обращайтесь вот сюда у вас может оказаться что вы хотите уже третью строчку кэша а допустим вообще говоря кэш первого уровня он не 128 байта намного больше порядка 8 килобайтов но допустим у вас 128 байт в таком случае вы хотите зарубить третью кэш линию но здесь в памяти нет этого места и тогда ваша новая кэш линия пусть она будет теперь у нас а лубенькая кэш линия вот здесь вы хотите к ней получит она отражается сюда еще есть место отражается сюда есть место но в кэше первого уровня рядом с процессором места уже нет поэтому у вас сбрасывается какая-то из линий скорее всего зависит от политики обработки кэша ту которую не использовали дольше всего и ваш кусочек памяти отражается вот сюда и вы к нему обращаетесь как-то вот так самое главное что часть данных у вас из кэша была вытеснена это приводит к многим интересным вещам то есть то что объем кэша ограничен к чему приводит это если у вас на поточном режиме сейчас шедулер операционки сработал и горит слушайте у меня в системе всего лишь допустим одно ядро и два потока этот поток поработал хватит ему потом поработать вот работать второй таком случае на это ядро загружаются другие инструкции которые хотят использовать другую память и как только эти другие инструкции захотят читать память вот здесь или вот здесь или вот здесь то окажется что все все данные которые были подкачаны для предыдущего потока не нужны и получается вот данные в этом кэше в этом и в этом будут брошены сюда закачаются новые данные часто считается что переключение между потоками работать медленно будем замерять скорость достаточно быстро переключение между двумя потоками занимает порядка двух тысяч тактов процессора но то что поток запускается поверх кэшей где не его данные а его данные надо подкачивать вот это занимает намного дольше первое следствие чается в следующем сложное понятие как протокол когенетности кэшей протоколов достаточно много то есть на вскидку вот те которые популярны м сайда месси моси маэси мерси мессив о них можно неплохо почитать о всех этих протоколах отдельно их разбирают как руслан так и механическая симпатия давайте примерно глянем о чем речь так раньше это была схема так давайте в чем заключается то есть вот руслан разбирает основные протоколы ему в работе это нужно в чем суть как на аппаратном уровне работают кэши то есть смотрите оказывается что вот одно ядро со своей стопка памяти так давайте рассматривать рассматривать все иерархи кэшей как будто у нас у кэша один уровень вот есть два ядра у каждого есть свой кэш есть общая память да если вы не будете использовать или будете использовать некорректно волота синхронизит атомики всякие блокировки то ваша программа продемонстрирует что у вас есть эти кэши и так смотрите оказывается что я что каждый программер должен знать о памяти а ну это то что авторы говорят следующее вот вариант распределения данных между потоками а вот вариант хорошего то есть что в хорошем получается у меня два ядра обладают общим кэшом в таком случае желательно чтобы два ядра если использовали общую надо постараться и как то так сделать чтобы если чтобы картинка выглядела следующим образом вот таким образом вот два ядра используют общую память эта общая память находится в ближайшем кэше к двум ядрам и они используют память которая вот в общей памяти другие два ядра используют другую то есть вот это общая память например вот это один одна часть массива это другая часть массива эти два потока используют одновременно одну часть массива эти два потока используют другую часть массива да они покажут отображение то есть вот эта память хранится в кэше хороший каблон вот это плохой То есть если окажется, что два потока, то есть у этого потока есть кэш-память, но в кэш попадают разные ядра, вот это кора-3 и кора-1, используют одну и ту же память, которая хранится вот здесь, и она отображается в два разных кэша, вот сюда и вот сюда. Это приводит по сути дела к тому, что каждый раз, когда это ядро записывают в общую память, а это ядро хочет читать, нам приходится ставить инструкции синхронизации, которые заставляют следующее, чтобы этот кэш был сброшен в общую память, платите 100-200 тактов процессора, а эта общая память была загружена в этот кэш, платите 100-200 тактов процессора. Если же вы умудряете сделать такую картинку, то когда у вас вот эти данные, когда ядро-1 и ядро-2 обмениваются данными, то они сбрасывают только до кэша, то есть кора ядро сбросило до кэша, второе ядро подняло данные. Это ядро сбросило, это прочитало. Доступ к этому кэшу, допустим, единицы или десятки тактов процессора. И вам совершенно не надо ходить в общую память. То есть они общаются через близколежащую память. Сейчас, секундочку. Вопросы в следующем. Смотрите, рассмотрим совсем огрубленную ситуацию. У нас есть переменная. x. Да, у нас есть просто какой-то int x. Вы завели это поле объекта. Public static int x. Он находится, мы думаем, что в Java хиппе. Или в permgen, там кто как думает. Хорошо, находится он где-то в памяти Java. Теперь представьте, что этот поток решил прочитать x. Просто прочитать. То есть system out println x. В таком случае у вас этот x. Как-то кэш-линия, содержащая этот x. Отразится вот сюда. Тут тоже будет x. Процессор почитает и использует его. Теперь представьте, что этот поток, допустим, тоже решил сделать system out println x. В таком случае этот кусок памяти будет отображен. Да, каждый раз, когда вы просто получаете доступ к шаре памяти, аппаратно происходят все эти отображения, мы как джависты их не видим. На уровне assembly RSC это еще видно, на уровне джавы нет. Нет ни инструкции, ни мега, ни чего. Здесь тоже окажется x. И вы его используете. Все чудесно. Только оказалось, что у вас в системе теперь три варианта x. Они все одинаковые. Потому что это оригинальный x. А этот x был. Это копия x на чтение. Это копия x на чтение. Проблема возникает в следующем. Когда это ядро решило поменять x. И записало. И теперь, допустим, x был равен 0. Но теперь этот поток решил сделать x равно 1. В таком случае, если бы совсем было примитивно, все не совсем так, то у вас вот в этой области памяти теперь хранится, что x равен 1. У вас возникла неприятная вещь, что этот процессор думает, что x равен 1. А этот процессор думает, что x равен 0. Соответственно, вам нужно вставить какие-то вещи, которые называются инструкции синхронизации. Вам нужно как-то заставить, чтобы, если я записал в x, то у меня теперь новый x. Это старый x, который равен 0. И это старый x, который равен 0. У вас новый x. Вам надо как-то сделать, чтобы данные передались вот сюда, в общую память. И тут стало тоже x равен теперь 1. Более того, вам как-то нужно поменять вот этот x, чтобы тут тоже стало, что x равен 1. Иначе ваши данные никак не распространятся. Вы либо напрямую используете... То есть, с одной стороны... Так. Заплудился. Оказывается, что между... Существуют контроллеры кэш-памяти. Вот это третья книга. Можно попробовать почитать. То есть, это признанные такие источники. По крайней мере, чем больше книг, тем больше картинок. Картинки проще воспринимать. Прочитать еще тут 200 страниц. Я не уверен, что это для кого-то реально. Вот. В общем-то, рисует архитектуру примерно следующим образом. Что? Есть ядро, которое производит вычисления. Есть, собственно, и вот кэш. Данные для этого ядра. Кэш данные для этого ядра. Общение с кэшем происходит через некоторый контроллер кэша. А контроллеры кэша связаны какой-то... Внутри процессора некоторой связью. И когда... Когда... Что означает вот эти буквы в названиях протоколов? Вот это количество состояний. То есть, вот... MSI, по-моему, переводится как M-модифиет, S-шерет и инк... Не знаю, что значит. Не вспомню сейчас. И это эксклюзив. Я протоколы не помню. Вот. Это означает следующее. Когда вы прочитываете данные, они у вас находятся в каком-то состоянии. Наверное, шерет. Шерет и шерет. Это означает, что на уровне кэша, поскольку он прочитал копию, чтобы сделать SystemOutPrintLN, SystemOutPrintLN, это просто обозначает, что твое данное еще где-то используется. Если же теперь ты пытаешься записать X равно 1, твое ядро, то у тебя состояние памяти переходит, то есть кэш-линия переходит в некоторое новое состояние, допустим, модифицированное. Вот для чего на кэше висит контроллер памяти, контроллер памяти. Они между собой как-то связаны. И один кэш другому что-то делает с линейкой памяти. Ну, соответственно, здесь получается куча протоколов. У каждой внутренней архитектуры Intel или AMD свой собственный протокол. То есть необходимо как-то... А, и это, наверное, invalidate. Инвалидировать. То есть, по большому счету, ну, то есть, не буду отцоваться на протоколы, но по жизни решение 2. Если в этом кэше узнали, что X уже равен 1, надо либо переслать эту информацию на эту кэш-линию, и тут тоже станет равным X равно 1. Либо же, по большому счету, послать по шине не данные, а сигнал, что, пожалуйста, удали эту кэш-линию. Можно данные сбросить в память, кэш-линию синвалидировать. Скажешь, ребята, извините, у вас там были данные, да, вы читали. Так вот, они уже некорректны. Соответственно, этот поток на этом ядре, если захочет прочитать данные, опять написать X, окажется, что у него в локальном кэше больше X нет, и нужно идти в глобальную память, куда мы сбросили X равно 1. Это приводит к следующему. Вот такая чудовищная проблема, с которой дизраптор сильно борется. То есть у них была большая проблема. Называется ложное разделение. Что она заключается? Кэш-линия, мы как джависты не знаем ее размер, но, в общем-то, у большинства процессоров она равна 64 байта. И ложное разделение идет к следующему. Если вы сделали, например, такую штуку, у вас, подкуда будет такой, да, у вас какой-то скин, у вас конструктор, да, будет, классный, у меня не выкладывается, да, у меня это, дата. Ваш конструктор, неважно, конструктор я не нужен. Теперь представьте, что у вас есть два потока. И поток номер один в бесконечном цикле. Следующее. У вас где-то share переменная дата-дата равно ню дата. Вот. Этот процессор делает дата плюс-плюс поток. Другой поток в другом месте делает два дата плюс-плюс х. Первый поток запустил бесконечный цикл, где он инкрементирует х. Второй поток запустил бесконечный цикл, где он инкрементирует y. Теоретически получается, что эти два потока вообще никак не связаны. Да, это, конечно, поля одного объекта, но, в общем-то, с точки зрения спецификации джавы, поля одного объекта никак между собой не связаны. Ну, изменение одного поля не влияет на другое. Похожая вещь, если бы тут было какое-то поле, например, насти линтов R, да. Мы могли делать что-нибудь типа дата R там, не знаю, нулевой плюс-плюс вместо вот этого. Здесь сделали дата первой. Что это самое? 20, даже не первая, например, а ты. Вообще говоря, нулевой массив и пятый элементы массива между собой никак не связаны. И кажется, что это не страшно. Но что происходит на аппаратном уровне? Да, вдруг может оказаться, что если вы объявите класс следующим образом, следующим образом, вот, например, вот так. Long L0, L1, L2, L3, L4, L7, L6, L7, L8. Если вы объявите свой класс вот так, то может оказаться, что вот эти потоки, то есть и тут циклы, и тут, по скорости выполнения, мол, порядка, где-то в 10 раз увеличится скорость работы. Почему это происходит? Почему без этих лонгов? Это называется Memory Padding. Да, господа, сегодня редкая лекция, когда я только говорю и показываю картинки, рисую картинки. Дальше мы везде идем по коду. Вот сейчас мне надо ввести некоторую терминологию для всего модуля. Ну, и поскольку этих эффектов в Java коде не видно, я не могу их показать языком программирования. Итак, вот у меня есть общая память. Раз. Вот есть одно ядро, на котором будет поток Т1. Вот есть второе ядро, на котором будет поток Т2. Вот кэш первого ядра, вот кэш второго ядра. Теперь представьте, что поскольку у вас поля с большой долей вероятностью нового экземпляра класса Data в любой нормальной Java машине, это будет сплошной кусок памяти, где X и Y будут лежать рядом. Итого, у меня X и Y лежат рядом. в общем-то, у нас X занимает 4 байта, Y занимает 4 байта. Итого, они скорее всего лежат рядом в куске 8 байт. А теперь смотрите, что такое X++? X++ это то же самое, как прочитай X, надо прочитать X в память. Потом, прибавь единицу. Хорошо, X увеличился. А теперь запиши назад. То есть, в общем-то, X++, ну, огрубленный аналог следующей вещи. Мы пишем какой-то Ит равно Ит читаем X. Потом P равно P плюс 1. Умечили. А теперь X равно TMP. Вот у нас момент чтения, вот момент операции в ядре, инкрементация, вот момент записи. То есть, мы прочитали сюда, вычислили и записали. И получается дальше следующая неприятная вещь. Эти XY лежат рядом, и вместе они занимают по 4 байта, значит, 8 байт. И не попадают в некоторую, может попадают, а может нет, с большой долей вероятности попадают, в некоторую кэш-линию, вот такую зелененькую. И когда это ядро читает X, то вся эта кэш-линия отображается вот сюда. И вот отсюда берут X и его здесь используют. на как-нибудь так. Вот, чтобы использовать X. Хорошо. Но когда этот процессор использует Y, то есть, он хочет использовать Y, то та же самая кэш-линия, потому что порезка основной памяти по кэш-линиями идет просто, ну как, с 0 до 63 байт, это первая кэш-линия, 64 байт до 127, вторая кэш-линия, то при этом происходит, что вот эта же кэш-линия, как она отобразилась вот сюда, она же отображается вот сюда. для использования Y. И у нас получается, что просто из-за того, что мы используем из разных потоков поля одного объекта, а при выделении памяти в хипе от большой доли вероятности поля будут расположены рядом, ну это было бы странное представление класса, который бы хранил поля одного объекта в разном месте. Хотя, с другой стороны, вот, вставку этих дополнительных лонгов может автоматически делать GV, но сейчас объясню, пока здесь это еще все не так актуально. Итак, что тебе получается? Хотя, одно ядро и второе ядро используют разные переменные, которые выглядят как независимые, из-за того, что они попали в общую кэш-линию. Теперь, у двух кэшей есть общая кэш-линия, а процедура подкачки кэш-линии, сбрасок кэш-линии, обновление данных в кэше, все происходит в рамках кэш-линии. Для того, чтобы процессору меньше думать, он оперирует не байтами, а более крупными блоками памяти. Из-за этого получается, что у нас, в зависимости от архитектуры процессора, того жутковатого протокола из этого перечня, который используется, у вас начинает гудеть вот это вот контроллеры кэш-когерентности. И каждый раз, может оказаться, зависит от протокола и от реализации на железном уровне. Каждый раз, когда этот поток делает х плюс плюс, он делает запись, он закачал х из кэша, увеличил на единицу и записал, то ваш кэш-контроллер, вот тут прикрученный к кэшу, маленький кэш-контроллер, и дает другому кэш-контроллеру какой-то сигнал о том, что, друг, если ты используешь кэш-линию, которая там номер, не знаю, 553, то, знаю, мы ее изменили, аналогия неправильная. После этого тут прошла запись х равно х плюс 1. Здесь кэш-линия инвалидируется. Да. То есть, поскольку тут была просто копия данных из памяти, ее просто стерли. Хорошо, пришел сигнал. Теперь, когда этот поток хочет сделать Y плюс плюс, то у нас оказывается, что ему нужно Y, чтобы прочитать, опять восстановить кэш-линию из общей памяти. Этот эффект называется ложное разделение, false sharing. То есть, получилось с аппаратной точки зрения мы используем одни и те же данные, поскольку аппаратная часть оперирует крупными блоками по 64 байта. А с точки зрения программиста мы используем независимые поля. Если мы вставляем кучу лонгов, что мы делаем? Мы заставляем, чтобы в памяти наш объект занимал 4 байта, потом 8, 8, 8, 8, короче, много байт, и опять 4 байта. Да, про массив забыли это. Итого, что для нашего объекта необходимо выделить вот столько данных, и у нас х находится на одном конце, тут у нас х, потом куча лонга ведет, а у вот здесь. Если расстояние между х и у настолько больше, чем 64, то в таком случае никак они не могут попасть в одну кэш-линию. То есть где-то между ними, неизвестно где, но будет происходить раздел на кэш-линии. В таком случае, если этот поток использует х, а этот использует Y, то их и попадут в разные кэш-линии. И у нас соответственно ничего с контроллером происходить не будет. Давайте посмотрим. Собственно говоря, вот наша механическая симпатия. Их поиск по блогу, вот по блогу. И мы хотим сделать off pairing. Вот оно. Например, нам говорят, что два ядра регистры выполняют, этот использует Y, этот использует X. У них собственные копии в кэшах первого уровня, собственные копии в кэшах второго уровня, и наконец-то общая копия в кэше третьего уровня. Хорошо. Да, вот пример в следующий раз запускаем, посмотрим. Так, что они нам сделали? Четыре ядра запустили, много итераций, прошли, заполнили. Что такое padding? А, собственно, вот он. Здесь ребята рассмотрели немного другую задачку. Да, во-первых, они сделали volatile, для того, чтобы гарантированно были там сбрасывания кэшей. смотрите, сделали массив, массив вот таких элементов. Да, некоторые volatile long элементы, его массив. Как выглядит элемент класса volatile long? Это то данное, которое мы так и будем использовать, и для memory padding куча левых данных. в таком случае получается, если мы выделяем массив, то есть вот это искусственные наполнители для класса, для того, чтобы один экземпляр volatile long занимал в памяти не 8 байт, а больше. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь лонгов по 8 байт, это 56 байт. Но тут, если его почитать детально, заголовок объекта, тоже что-то занимает. Заголовок объекта, по сути, занимает в Java минимум 8 байт. И то получается, что один экземпляр volatile long занимает минимум 64 байта. Значит, когда мы выделяем массив volatile long нам рекомендуют выделять не массив long а массив вот таких штуковин, где вот это полезное данное, вот это билиберда, который никто использовать не будет. Тогда получится, что у нас искусственно наш лонг окружен неиспользуемыми данными, благодаря этому два соседних волатая лонга никогда не поместится, вот их полезная часть, никогда не попадет в одну кэш-линию. Ну и по скорости вот они рисуют просто, то есть результаты свои. так, то есть они увеличивают количество потоков и сколько кэш-лайн так, это количество потоков и соответственно показывают, используют они вот эти штуковины или нет. И мы видим, что если используется падинг, то скорость не падает. Если же падинг не используется, то что получается? чем больше потоков, да, это время работы, тем дольше работает одна и та же программа. То есть программа многопоточная начинает работать хуже. Ядер стало в четыре раза больше, а программа не только не стала в четыре раза быстрее работать, хуже. Программа стала работать медленнее во сколько раз? Он либо скажет нам, либо мы сами видим. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и тут было чуть-чуть, то есть примерно восемь тире десять раз. То есть если у вас идет интенсивная многопоточная обработка элементов массива, и вы будете постоянно напарываться на фолд шеринг, то вы спокойно можете потерять производительность десять раз. Более того, что еще хуже, у вас получится некая обратная масштабируемость. Вообще говоря, вы ожидали, что если вам дать два раза больше ядер, вы запустите в два раза больше потоков, и программа отработает в два раза быстрее. Ну, вы купили компьютер подороже, чтобы работать быстрее. Но у вас окажется, что в четыре раза больше ядер работает еще медленнее, чем одноядерная машина. Еще в десять раз медленнее, чем одноядерная машина. Так, что еще давайте посмотрим, то есть он нам говорит, и Java 7. Да, из-за бауна ссылки скину тут происходит великая битва. В их версии дезераптора вот эта концепция работала. Пока не оказалось, что JVM достаточно хитрая, она анализирует байт-код. У дезераптора уже по третьей версии вышла. Когда обнаруживает неиспользуемые данные, она их убирает. и поэтому в новой версии им пришлось прикрутить вот такую штуковину. То есть для того, чтобы бороться, то есть JVM выкидывала эти паддинги, из-за этого получалось, что опять начиналось ложное разделение, и ему пришлось сделать метод, которым он никогда не пользуется. Но в этом методе он складывает все значения этих полей и возвращает. Теперь JVM, когда встречает вот такой наполнитель, она смотрит так, наполнитель, могу выкинуть эти поля? Нет, потому что их кто-то использует, но вдруг использует, и она их оставляет. Хорошо, так. давайте еще перерыв на буквально который у нас сейчас час, 8-10, продолжим через 5 минут, 8-15. 10-16. 10-16. 10-16. 10-16. 10-17. 10-17. 2 давай магию олег включил я как-то не записал пару кусков из другого курса забыл нажать включение это был уже еще посмотрим небольших вещей потом обобщим и задание так что мы еще видим термин кэш мисс кэш мисс это термин который означает что ваш поток резко захотел использовать данное которого нет кэша как его обнаружить если вы запустите цикл по массиву и будете на про инкрементировать каждый элемент то ваша программа будет работать намного быстрее последовательные элементы чем если будет инкрементировать случайный элемент ладно так смотрим современные процессоры значит memory wall объяснили то есть проблема в том что задержка доступа процессора к памяти постоянно увеличивается хотя скорость и растет но быстродействие процессора и памяти растет быстрее хотя это вопрос фактовая частота процессора уже остановилась может когда-то догонят так регистры регистры это определенное небольшое именованное количество ячеек которых несколько десятков памяти которые расположены прямо рядом с алу посмотрели картинку они самые разные и совсем немного они могут включать допустим порядка 100 переменных счетчики цикла туда попадают иерархия кэшей кэшей в типичном процессоре баксов за 200 обычно три уровня более дешево может быть два уровня иерархия памяти построили картинки хорошо термины типичные это кэш линия то есть заключается в том что кэширование происходит не байтами а кэширование происходит более крупными блоками вообще говоря размер крупного блока индивидуален для каждого процессора но абсолютного большинства современных интел и мд процессоров может даже у всех интел и мд кэш линия 64 байта то что аппарат на кэширование происходит на такими блоками приводит нескольких эффектов во первых происходит ложное разделение памяти то есть ситуация когда два разных потока из разных ядрах используют разные разные независимые данные но они волею случая попали в одну кэш линию в таком случае зависит от протокола на которой работают кэши процессор начинает очень сильно то есть между кэшами это называется протоколы коагерентности кэшей с некоторые аппаратные процедуры аппаратные действия которые должны выполняться для того чтобы в разных кэшах разных ядер были идентичные данные эта процедура автоматически включается хотя бы не просили и ваша программа начинает тормозить потому что например ваш кэш постоянно сбрасывает хорошо для борьбы с этом с этим эффектом вводят memory padding пэдинг не знаю как отступы наверно сиди в том что иногда выгодно увеличить объем используемой памяти тут начинается забавное если мы используем много памяти если наша если нашей программе например представьте что мы делаем какой-то пех кодирование и мы сейчас через себя пропустим гигабайт данных черт с ними с гигабайтом данных это целых два часа нам постоянно нужно какая-то таблица коэффициентов да ну не знаю какие-то таблица коэффициентов если таблить размер таблица коэффициентов 1000 байт мы их постоянно использую ну допустим это 256 интов полей какого-то класса они все попадают в кэш первого уровня и мы имеем к ним мгновенный доступ и тут получается интересное с одной стороны если мы увеличивать объем данных в какой-то момент они не поместятся все в кэш первого уровня и будем наблюдать постоянно промахи кэша ваш кусок данных сейчас не в кэше или же собственно извержение кэша то есть чтобы закачать конец таблицы коэффициентов начало таблицы коэффициентов из кэша было убрано все выглядит так что данных должно быть поменьше однако это касается неменяемых данных если ваши данные меняются вы можете нарваться на ложное разделение наложное разделение и на переговоры между собой контроллеров кэша в таком случае вам выгодно напихать неиспользуемых данных хорошо кратко глянули вот эту вещь smp против нумы суть в том что из-за ряда аппаратных вещей насколько я понимаю smp больше чем на 4 не делают тут я опять же небольшой специалист то есть система в которой было было 16 или 32 64 ядра у которых симметричный равный доступ к шам таких систем в общем то нет мы смотрели какой-то там md бульдозер уже там начинает разваливать когда то есть кэши образуют такие классные ядра образуют кластеры нулевой первый ядра между собой легко обменяются данными через кэш первого уровня 2 3 4 5 6 7 а между собой дольше возникает иерархия при которой есть пары ядер между которыми общение намного хуже чем между другой парой ядер а есть пара между которой еще хуже хорошо сраэтофиники которые у нас нет то есть возможность привязать возможность привязать поток ядру я сейчас не найду потом напишу оригинальная джавовская пи которая позволяет джави использовать код написанный в общем то на любом копируем языке программирование но типично это сессии плюс плюс вот достаточно варварская штука потому что приходится так и писать на сессии плюс плюс компилировать подключенными хэдером джавы и так далее поэтому она это оригинальная спецификация от сана теперь от ора класс у нас есть а джена это сейчас как он расшифровывал она идти в xs эта штука тоже но она уже не настолько стандартная она пора порождена в рамках тоже какого-то видимо в рамках сана я не совсем понимаю для себя отношения домена джава нет компании санна теперь и ораку надо разбираться но вот пора кубки насколько вот эта стандартная штука в том что это способ каким можно из джавы вызвать системные функции местной операционной системы это делает проект непереносимым потому что если вы вызываете метод который есть на линуксе переходите на винду у вас код падает потому что вызывает метод которого с другой стороны у каждой нормальной операционки есть какой-то метод обеспечивает сраят аффинити позволяет программисту напрямую программисту напрямую спросить сколько есть ядер а потом создать ровно столько же потоков причем каждый поток привязать каждому ядру таком случае уже скажем так мы но но мы или smp мы очень четко видим хорошо так чего мы еще не посмотрели совсем кратко пройдемся потом отдельно пройдем мэмори барьеры в данном случае насчет как низкоуровневый доступ из языка джавы у нас это называется джава мэмори модалл будем отдельно проходить но на будущее у нас есть такая страница вот с таким юрелом выдан ее ведет вильям пух наверное это читается как пух я подробную их и прочитать не могу так вот у модели памяти джавы есть официальная homepage то есть человек который отвечает за за то как джава он взял на себя ответственность сам контролировать как железо выглядит на уровне языка джава и вот есть у нас такая страница очень уймой ссылок уймой просто ссылок и здесь вот стоит ее почитать мы собственно заметную часть материала этой страницы пройдем да вильям пух если кратко то это человек который соавтор джава мэмори модалл он под его научным руководством джереми мэнсон или мэйсон писал кандидат в phd диссертацию и они собственно сочинили как как сейчас джавист видят железо это раз здесь он пишет следующее ага да важная вещь имена вильям пух это теоретик он у нас автор джава мэмори модалл руководитель проекта есть у нас такой дагли дагли почти ничего не написал он в основном практик вот джава кинг-конкамент написал почти целиком он вот и вот тут есть на этой странице есть модель памяти джавы то есть то как джависты видят железо называется gsr-133 и вот от дагали есть собственно поваренная книга о gsr-133 для авторов компиляторов на следующей лекции посмотрим попробуем симулировать на джава как выглядит переупорядочивание инструкции джаве перепорядочение данных так и здесь вот рассказывается как есть понятие барьеры памяти собственно это это непосредственно инструкции процессора которые отвечают в том числе за корректность работы кэшей вот посмотрим это можете почитать что перевести наверно не переведу так но да гли говорит что статейка уже старая ей больше десяти лет поэтому рекомендуют читать вот это вот это некий ужас это другая группа многопоточников которые вот заточены больше на c++ c на джаву и на разные архитектуры процессоров они написали просто чертова уйму pdf научных статей мы будем разбирать одну какую-то сейчас вот это наверное как выглядит железо у x86 архитектур так да вот эту король буфера то есть можно почитать но это уже очень крутой уровень мы по верхам пройдем разберем эти барьеры посмотрим 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 да насчет ложного разделения секундочку в джаве есть такие джепы джеп 170 а вот джеп это джава что-то там enhancement что там пропазал что ли предложение по улучшению джавы так нет нам не то нужно секундочку что там нам нужно $ вот вот Нам нужен контейнг. Ладно, извините. Ну, если кратко, то в предложении ввести специальную аннотацию в Java, если мы аннотируем поле, я найду ссылку, брошу, то Java автоматически это поле помещает в отдельную кэш-линию. Хорошо. Так, давайте краткий итог того, что я сказал, краткий итог по книгам и по заданиям. Значит так, я сказал следующее. У нас, точки зрения теории, спасибо инженерам, специалистам по аппаратному обеспечению, товарищу Муру из компании Intel. У нас происходит процесс, что каждый год демонстрируется экспотенциальный рост количества транзисторов. Это выразилось в том, что системотехникам уже не нужно на одно ядро столько транзисторов. И количество транзисторов в ядре зафиксировалось, транзисторы растут, что вылилось в экспотенциальный рост ядер. То есть на сегодня, с 2005 года, началось наблюдать созависимость, что, допустим, в типичном компьютере количество ядер, допустим, удваивается каждые полтора года. То есть если сейчас, вот у меня ноутбук, тут 4 ядра, то значит через 10 лет, допустим, удвоение каждые 5 лет стоит ожидать 2 в 5, 32 на 4, то есть 128 ядер. Ну, если закон Мура прав, то через 10 лет на моем ноутбуке будет 128 ядер. Так вот. То есть ядра растут, спасибо специалистам по аппаратному обеспечению. Как их можно эксплуатировать? Я подвожу итог лекции. Типичные способы. Это либо многопоточность. Когда у вас явно есть потоки, они используют шеред память. То есть у вас просто, ну, как всегда, вы создаете объекты в хиппи, и разные потоки их используют. И для того, чтобы шеред память не поломать, посмотрим, как это ломается, мы используем явно объекты блокировок. Либо всякие там синхронайзе, отключевые слова, либо что-то из Java Kill Concurrent. Да, какой-то там countdown latch, какой-то exchanger, там симафор. Вот. Это первый подход. Второй из популярных подходов — это рекурсивный параллелизм. Ну, рекурсивный параллелизм, если совсем приводить бытовой пример, то это примерно следующее. Мы считаем функция Фибоначчи. Как она будет выглядеть? Интуитивное представление функции Фибоначчи. Она получает... Возвращает что? Она делает, если арк на что-то меньше двух, тогда возвращаем арк, по-моему, так. Иначе возвращаем себя же от аргумента на два меньше и аргумент на один меньше. Ну, то есть, курсия с ветвлением, типичная. Функция Фибоначчи. Но если мы работаем в нормальном обычном режиме, то как это вычисляется? Я захожу в функцию Фиб, аргумент 10, смотрю. Аргумент 10 меньше двух? Нет, неправда. Тогда я сначала вызываю левую часть, а потом вызываю правую часть. То есть, когда я в функции Фиб вызываю дважды Фиб, Фиб, то сначала вызовется этот Фиб, потом этот Фиб, потом произведут сложение. В модели рекурсивного параллелизма, которую проповедует библиотека ForJoin, когда заходим в Фиб, мы одновременно, неявно, один поток вызывает левое, другой поток вызывает правое. То есть, мы обходим рекурсивное дерево не последовательно, по глубину, а мы одновременно на всех вилках сразу идем и влево, и вправо. Мы считаем все ветки рекурсии. Хорошо. Это ForJoin. Что еще есть? Либо архитектура на основе передачи сообщений, либо архитектура на основе транзакционной памяти. Но оказалось, что Java в основе своей, в основе ее примитива, то есть на уровне, собственно, виртуальной машины, все-таки концепция, что есть потоки, есть блокировки, а есть общая разделяемая память. Если мы мыслим в таких терминах, то нам необходимо хорошо увидеть, как выглядит разделяемая память. И поэтому у нас целый модуль, который посвящен, собственно, тому, как выглядит разделяемая память. Кэши процессора, ложное разделение и так далее. Хорошо. Это раз. По заданиям. Задания детально напишу и выдам. Но ожидается, что по этому модулю будет следующее задание. Да, у нас такое занятие. Задания будут по открытые. То есть это означает, что я даю задание, если я внутренне убежден, что его можно сделать. И если бы мне дали время, то я бы его сделал. Но это означает, что у задания, я не знаю, оно не формулируется так, что у него есть единственное правильный ответ. Задание формулируется так, что может быть много ответов. И, в смысле, если вы сдадитесь его делать, я могу подсказать, но решения у меня нет из коробки. Итак, задание ожидается, что по каждой лекции одно. Первая у нас такая вводная. В общем-то, пока мы еще код не писали, я не ожидаю, что его можно сделать. Итак, нужно написать небольшую библиотеку, которая обнаружит размер кэш-линии. Это раз. Второе. Обнаружит количество кэшей. То есть поставит некоторый эксперимент. И по скорости взаимодействия она обнаружит, что у вас, видимо, два кэша L1 и L2. И потом каким-то образом обнаружит, что размер L1 у вас, допустим, 16 килобайт, а размер кэша второго уровня у вас, допустим, 256 килобайт. Сразу скажу, на следующем занятии мы будем похожие вещи делать. Но это не будет в конце законченной библиотекой. И оно работать не гарантированно. Вот. То есть обнаружить размер кэш-линии, обнаружить количество уровней кэша, и обнаружить размер каждого кэша. И по возможности обнаружить, у вас машина NOMA или SMP. Это раз. То есть это задание к следующей лекции будет сформулировано. Я думаю, что завтра я вам ее текстово, ну, полностью сформулирую и выдам. Подсказки к ней мы будем рассматривать на следующей лекции, запускать код, который, ну, вот это делает на 50%. Потом мы будем на лекциях разбирать шаблон Disruptor. Будем разбирать его сорцы. Будем запускать, смотреть, как его используют. То есть это движок для высокопроизводительных финансовых бирж, финансовых приложений. И, соответственно, вот, наверное, я пока не сформулировал, но будет задание. Одно, по использованию этого Disruptor. То есть просто написать код, использующий Disruptor. Какую-то маленькую, типа, биржу свою набросаем. Второе, какие-то вопросы, ну, получается, теория, ну, задания этого не будет. Мы будем разбирать, почему он такой быстрый, что авторы там накрутили. Потом, по блокировкам. Я реализовал блокировку, наверное... Так, сейчас, секундочку. Так, сейчас, минутку, посмотрите, как у меня ИДЕ заоружается. Так, давайте это сейчас покажу. Продолжение следует...